МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тепла в домах крымчан все еще нет. В Симферополе отопление обещали включить до 29 ноября. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 28 ноября заявил так называемый глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Окупационные власти города уточняли, коммунальные службы принимают меры по устранению неполадок, возникших при запуске котельных. И до конца недели тепло будет во всех домах города. Но в назначенный день тепло в домах крымчан так и не появилось. Зато появилось новое заявление главы оккупационной администрации Симферополя. В крымской столице начали запуск котельных, благодаря чему уже более 10% домов получили тепло. В ближайшее время будут запущены еще три котельных, которые позволят обеспечить теплом 60% симферопольских многоквартирных домов. В домах жителей крымской столицы по-прежнему холодно. На симферопольце живущие уже девятые сутки без тепла согреваются кто как может. Горожане говорят, спасают то, что на улице еще не сильно холодно. Плюс 9. У кого двери закрытые эти, а вот у нас открытые, конечно, холодно. Отложимся по три, по четыре одеяла. Детей у меня маленьких нет, мы с бабушкой нормально. В вопросах на улицах отвечают в основном потерпим. Столько необходимо. Мы люди прошлые. Мы знали, что война, вы видели своими глазами детскими. Крымские власти много сделали, много сделали. Но одно мне не нравится, что положение величайное, а спекуляция пошла. Генераторы вот так. Были 26 тысяч. Уже сегодня 70 тысяч. Когда точно появится тепло в квартирах крымчан, сказать наверняка никто не может. Разные чиновники называют разные даты. Так называемый министр ЖКХ республики Александр Жданов заявил, что котельные в крупных городах и регионах Крыма будут запущены 7 декабря. Сейчас по Крыму тепло подается в 23% жилых домов. Дальнейшее подключение котельных и жилых домов требует изменения режимов подачи электроэнергии, отметил министр оккупационного правительства. Котельные со сложным технологическим циклом предлагаются перевести на постоянное энергоснабжение от электрических сетей. В Алуште, Джанкой, Евпатории, Керчи, Судакей, Феодосии, Ялте, Белогорске, Бахчисарая. В Ленинском районе от сетей Щелкина и Ленина, в Красногвардейском районе от поселка Петровка. Окупационные власти Крыма говорят, тепло будет однозначно, а вот когда это случится, не уточняют. Однозначно будет тепло в домах, однозначно с Министерством топливной и энергетики, с Министерством ЖКХ отработаны графики включения наших многоквартирных домов. И поэтому проблем в этой части тоже абсолютно не будет. Пока звучат разные даты запуска котельных, крымчане вынуждены согреваться верой в слова чиновников и традиционным потерпием. Интерактивную карту правонарушения на полуострове презентовали в Киеве. Впервые систематизированы и классифицированы факты агрессии в Крыму с начала оккупации. Каждая точка – новый кейс, конкретная история. Все их можно сгруппировать по самым различным признакам – городам, типам нарушения, согласно международной классификации, видам правонарушений. Неделю ранее проект демонстрировали в Брюсселе. На сегодняшний день – это 179 случаев. Буквально, когда мы ее презентовали в Брюсселе, это было еще только 173 случаев. За эти пару дней, на жаль, у нас появилось еще новых 6 кейсов. Проект удалось реализовать благодаря поддержке многих правозащитных организаций и помощи Республики Чехия. По словам иностранных партнеров, это уникальная необходимая работа, значимость которой повышается еще и из-за того, что тема Крыма отошла на второй план в информационной мировой повестке дня. Мы видим, что интерес к Крыму и интерес к Крыму пошел на спад. И если бы не было блокад и других событий, про Крым бы вообще, ну, очень мало говорили бы. И, как Алим уже сказал, нужно собирать камни и нужно их просто десмать и объединить, объединять усилия. И всех гражданских активистов, организаций и так далее, чтобы не было очень много звитков. И чтобы про всех это было просто зрозуметь, что в Крыму происходит. После анализа всех кейсов авторы исследования пришли к выводу, что в начале аннексии правонарушения носили частный характер. Сейчас же прослеживается система запугивания и давления на коренной народ, активная работа против проукраинских активистов. Чуть ли не ежедневно открываются новые уголовные дела, проводятся обыски и задержания. Это действительно не одиничные случаи, а говорить про системность порушений с боку Российской Федерации и про то, что она не помнит, что она, сгідно норм международного права, гуманитарного права, мает там тимчасовый суверенитет и право на работу на территории Крыму. И поэтому сейчас активно проводят не только притиски и коренного народа, и других украинских активистов, всех, кто не согласится с оккупацией Крыма. Карта нужна не только для использования внутри Украины. Это проверенная информация, которую можно направлять в международные организации, как свидетельство противоправных действий Российской Федерации в отношении граждан Украины. Еще одна ее цель – содействовать тому, чтобы международная миссия по правам человека вернулась на полуостров и продолжила мониторинг. С боку государства Украины должна быть такая четкая политика относительно того, как защищать этих людей, как сделать так, чтобы в международной спиной услуги почули про права, про порушения прав людей в Крыму. И мы надеемся, что именно эта карта поможет нашим урядовцам, которые будут приезжать, рассказать эти кейсы. И мы заинтересованы в том, что очень большая количество международных правоохранительных организаций так же видела это и использовала в своих свидетелях. 1 декабря интерактивная карта нарушений прав человека будет презентована в Европарламенте. В интернете ее можно найти на сайте гражданской инициативы Крымсос. Пользователи интернета имеют возможность там же оставить свою информацию о нарушении прав человека на полуострове, в том числе и анонимно. По словам Тамилы Ташевой, Крымсос рассчитывает на то, что крымчане будут это делать, поскольку источников информации на полуострове сейчас немного. Правозащитники опасаются, что на самом деле зафиксированные 179 случаев – лишь малая часть реальной картины нарушений в Крыму. Интерактивную карту правонарушений на полуострове презентовали в Киеве. Впервые систематизированы и классифицированы факты агрессии в Крыму с начала оккупации. Каждая точка – новый кейс, конкретная история. Все их можно сгруппировать по самым различным признакам – городам, типам нарушения, согласно международной классификации, видам правонарушений. Неделю ранее проект демонстрировали в Брюсселе. На сегодняшний день это 179 случаев. Буквально, когда мы ее презентовали в Брюсселе, это было еще только 173 случаев. За эти пару дней, на жаль, у нас появилось еще новых шесть кейсов. Проект удалось реализовать благодаря поддержке многих правозащитных организаций и помощи Республики Чехия. По словам иностранных партнеров, это уникальная необходимая работа, значимость которой повышается еще и из-за того, что тема Крыма отошла на второй план в информационной мировой повестке дня. Мы видим, что интерес к Крыму и интерес к Крыму пошел на спад. И если бы не было блокад и других событий, про Крым бы вообще мало говорили бы. И, как Алим уже сказал, нужно собирать камни и нужно их просто десмать и объединять усилия. И всех гражданских активистов, организаций и так далее, чтобы не было очень много звитков. И чтобы про всех это было просто понимать, что в Крыму происходит. После анализа всех кейсов авторы исследования пришли к выводу, что в начале аннексии правонарушения носили частный характер. Сейчас же прослеживается система запугивания и давления на коренной народ, активная работа против проукраинских активистов. Чуть ли не ежедневно открываются новые уголовные дела, проводятся обыски и задержания. Это действительно не одинаковые случаи, а говорить про системность порушений с боку Российской Федерации. И про то, что она не помнит, что она, согласно с нормами международного права, гуманитарного права, имеет там временный суверенитет и право на работу на территории Крыма. И поэтому сейчас активно проводит не только притиски и коренного народа, и других украинских активистов, всех, кто не согласится с окупацией Крыма. Карта нужна не только для использования внутри Украины. Это проверенная информация, которую можно направлять в международные организации, как свидетельство противоправных действий Российской Федерации в отношении граждан Украины. Еще одна ее цель – содействовать тому, чтобы международная миссия по правам человека вернулась на полуостров и продолжила мониторинг. С боку государства Украины должна быть такая четкая политика стосовно того, как защищать этих людей и как сделать так, чтобы у международной спільноті слышали про права, про порушения прав людей в Крыму. И мы надеемся, что именно эта карта поможет нашим урядовцам, которые будут приезжать, рассказать эти кейсы. И мы заинтересованы в том, что очень большая количество международных правозахожих организаций так же видела это и использовала в своих свидетелях. 1 декабря интерактивная карта нарушений прав человека будет презентована в Европарламенте. В интернете ее можно найти на сайте гражданской инициативы Крымсос. Пользователи интернета имеют возможность там же оставить свою информацию о нарушении прав человека на полуострове, в том числе и анонимно. По словам Тамилы Ташевой, Крымсос рассчитывает на то, что крымчане будут это делать, поскольку источников информации на полуострове сейчас немного. Правозащитники опасаются, что на самом деле зафиксированные 179 случаев лишь малая часть реальной картины нарушений в Крыму.